Итак, мы находимся в выездной студии БАД на радио Спорт-ФМ. Напоминаю, что это Петербургский международный экономический форум. И у нас в гостях председатель Оргкомитета России 2018 Аркадий Владимирович Дворкович. Ну, естественно, главная тема – это тема чемпионата мира. Да, мы находимся на делом форуме. Это главное бизнес-событие страны. Но вот первый вопрос. В куларах есть разговоры о футболе? Много вопросов о чемпионате мира, о атмосфере предстоящего турнира, о фаворитах, о шансах? Добрый день. Конечно, здесь обсуждается чемпионат мира. Все болельщики, я думаю, как минимум половина участников форума все-таки болельщики разных сборных, конечно, поскольку здесь у нас весь мир в Санкт-Петербурге. Все спрашивают, готовы ли мы к проведению. Здесь достаточно приехать к стадиону на Крестовский остров, походить по городу, чтобы понять, готовы или нет. В целом готовы, конечно, хотя нюансы остаются до самого конца. И, конечно, шансы обсуждаются и наши сборные, и других сборных. Все хотят билеты. Это самое сложное. Это главный вопрос, да? Да. Вы на какие матчи чемпионата мира планируете попасть? На все, конечно. На все? На все нереально, я понимаю это, да. Но примерно на половину матчей собираюсь попасть. Буду летать по разным городам, в том числе с рабочей точки зрения, не просто как болельщик, а чтобы проверять готовность всех стадионов, служб к проведению матчей. Вся страна ждет чемпионата мира, и вот у вас важная должность, ключевая должность. Что изменилось в вашей работе в преддверии чемпионата мира, и какие ключевые вызовы получила Россия, Оргкомитет в преддверии турнира? У меня все-таки была более широкая номенклатура, скажем так, рабочая до этого. А сейчас я занимаюсь фактически только чемпионатом мира в эти дни. Начинаю заниматься из Колково, где меня тоже назначили соприкосоветов фонда. Но ближайшие 20 дней чемпионат мира, безусловные приоритеты, я каждый день занимаюсь именно этим. Это просто десятки конкретных проблем, которые необходимо решать в режиме онлайн. И именно этим мы с командой, отличной командой Оргкомитета занимаемся. Расскажите, пожалуйста, какие главные вызовы перед нами стоят, и какие детали еще нужно отшлифовать чемпионату мира? Сейчас идет благоустройство территории вокруг стадионов, благоустройство самих городов. Это нужно не только для чемпионата мира, нужно просто жителям городов, нашим гостям. Мы проверяем работоспособность всех систем. Это и система безопасности, это информационные технологии, СМИ как раз необходимо, чтобы полностью все работало, поскольку чемпионат будут смотреть не 3 миллиона человек, которые будут непосредственно здесь, а сотни миллионов. На самом деле телеаудитория числяется миллиардами даже. И нам важно, чтобы все работало без сучка и додоринга, чтобы все системы функционировали нормально. Но безопасность, безусловно, наш главный приоритет. Чемпионат мира – ключевое событие для страны, и, наверное, момент главный – это, прежде всего, наследие, которое оставит чемпионат мира, инфраструктура. Что для вас самое главное именно для городов-организаторов? Не только для Москвы и Санкт-Петербурга, которые все же такие большие, важные города для страны, а вот для городов, которые поменьше, которые впервые соприкасаются с таким событием международным, как чемпионат мира. Во-первых, за 5 лет мы создали современную инфраструктуру во многих регионах России. Это и новые аэропорты, это дороги, мосты, метро в некоторых городах, как Санкт-Петербург и Нижний Новгород построены новые станции. Это новые гостиницы и множество других объектов, которые были созданы именно в это время. Самое важное, чтобы люди почувствовали просто этот праздник, почувствовали, что такое быть хозяевами своей земли, своих городов, принимать огромное число гостей, показать Россию, показать, что мы гостеприимные, открытые люди. И мне кажется, что это изменит настроение, изменит в том числе и поведение людей, как это происходило после Московской Олимпиады и после других, Сочинской Олимпиады, после других событий в нашей стране. Какие стадионы вы можете выделить, какие стадионы вам хочется отметить? Ваш любимый стадион. Это провокационный вопрос. Да, провокационный, но отновенный. Я уже, будучи в Петере, сказал, что мне кажется, что Петерский стадион, безусловно, по уровню технологий, по современности лучше. Но он среди больших стадионов лучше. Мы создали все-таки несколько стадионов меньшего размера. Мне нравятся все, на самом деле. Из тех, на которых я уже побывал, Калининград, Самара, мне кажется, очень красивые стадионы. Вы в Ростове были уже? В Ростове еще не. Я был там, когда он строился, то есть за полгода до сдачи его в эксплуатацию. Поэтому сейчас, когда приеду, через несколько дней увижу уже, как он работает. Как вы думаете, чем удивлять будут наши болельщики и наша страна, болельщиков, которые приедут на чемпионат мира со всего света? Я думаю, что многие люди, которые приедут, просто не знают, что такое Россия. И они удивятся. Удивятся нашей открытости, гостеприимства, доброжелательности, постоянным улыбкам на лицах и волонтеров, и просто прохожих людей, которые здесь живут. Я думаю, что они узнают Россию, почувствуют, что мы друзья, что мы надежные люди, партнеры, готовы все сделать для всего мира, который готов с нами тоже работать. А, кстати, вот в плане международного имиджа, как вы думаете, чемпионат мира нам пойдет на пользу? Безусловно, пойдет. Чтобы не писали сейчас в отдельных средствах массовой информации, будь то британские или еще каких-то люди, которые пытаются найти все время что-то плохое, мы докажем, покажем, и все увидят это, что Россия другая, не такая, как ее представляют сегодня во многих средствах массовой информации. Но для этого мы все должны постараться. Я знаю, что вы большой поклонник футбола, любите сами играть в футбол. Вот если брать только спортивную точку зрения, какие у вас ожидания от чемпионата мира? Ну, понятно, что сборная России особняком стоит, и ваше мнение очень интересно. Но в целом, что вы ждете от турнира? Это огромный футбольный праздник, фестиваль. И уже в группах будут матчи, которые будут вызывать огромный интерес, начиная уже с матча Португалии-Испании в Сочи, буквально на второй день турнира. И многие другие. Англия, Бельгия, Бразилия, Сербия, Бразилия, Коста-Рика, кстати, в Санкт-Петербурге 22 июня. Аргентина, Исландия в Москве. Да, Аргентина, Исландия в Москве. Это уже жемчужины просто мирового футбола. Уверен, что это будет большой праздник. А нашей сборной, конечно, нужно выходить из группы. И этого желают на самом деле все даже в мире, потому что все знают, что когда домашняя сторона выбывает, интерес снижается. Все хотят, чтобы интерес оставался дольше. Вот ваше ожидание от сборной России. Какой футбол наша сборная покажет? Как будет сложно выйти из группы? Я знаю, что тренерский штаб сейчас готовит обновленную модель игры, что называется. Это инсайт интересный. Нет, но это писали уже в средствах массовой информации, что схема будет немножко другая, которая еще не использовалась в матчах с сильными сборными. Поскольку нам все-таки играть со сборными, которые являются середнячками, как и мы. Но кроме Уругвая. Да и Уругвай тоже. Это все примерно, мне кажется, один уровень футбола. И против этих команд не нужно играть так же, как играли против Испании, Германии и других очень сильных сборных, реально лидеров мирового футбола. Посмотрим, удастся ли это или нет. Все-таки есть еще три недели у тренера, чтобы довести до кондиции эту схему игры. Надеюсь, все будут здоровы, футболисты. Надеюсь, что это получится. Да, это самое главное на самом деле сейчас, учитывая, сколько травм в нашей сборной. Общаетесь ли вы с кем-то лично из нашей сборной? Может быть, вы как-то поддерживаете игроков, обмениваетесь какими-то пожеланиями? Тех, с кем я общаюсь, не взяли в сборной, к сожалению, да. Но мы с Станиславом Соломовичем переписываемся тоже. И, конечно, я желаю ему успеха. Говоря о болельщиках, сколько нам ждать иностранных болельщиков в стране? Потому что вот если открываешь разнообразные форумы иностранных болельщиков, кажется, что весь мир к нам приедет. Потому что из разных стран, из Бразилии 60 тысяч, из Аргентины еще больше, из Англии, из Германии, из Исландии. Сколько будет иностранных гостей? По нашим подсчетам, именно болельщиков с фан-иде около 600 тысяч. Это уже очень прилично, это много. Кроме того, приедут члены их семей просто, которые будут гулять по городам, смотреть футбол на больших экранах. Поэтому, я думаю, до миллиона человек вполне может быть во время чемпионата в городах, где будет проводиться чемпионат мира. И это огромный вызов для нас, для всех городов. Нужно сделать так, чтобы каждый чувствовал себя комфортно. Я понимаю, что чемпионат мира, и это, на самом деле, мне кажется, такая логичная позиция, не только футбол, стадион и болельщики. Это и представление страны, ее культуры, ее истории. Вот в этом плане, как наша страна готовится к чемпионату мира? Знаю, что будут и другие активности вокруг футбола. У нас огромная культурная программа, я успел ее подписать до того, как еще ушел из правительства. Знаю, что в каждом городе планируются фестивали, планируются открытые посещения музеев, концерты. И делается все, чтобы показать разнообразие нашей страны, нашей культуры, изюминки в каждом конкретном месте. Это очень важно. Эта программа, насколько я знаю, уже опубликована, можно посмотреть, но это живая программа. Она меняется, добавляются новые события. Я надеюсь, что все увидят что-то интересное. Кстати, наибольшее число болельщиков приезжает из Соединенных Штатов Америки. Несмотря на то, что команда не играет в чемпионате, более 90 тысяч мы ожидаем именно оттуда. В прошлом году на Кубке Конфедерации вы участвовали в церемонии вручения премии Man of the Match, которую организует Бренд БАД. Какие вообще у вас ожидания от этого турнира? Кто, по-вашему, станет лучшим игроком чемпионата мира? Конечно, хотелось бы вручать этот приз игроку нашей команды, а не как тогда мексиканской. К сожалению, наши тогда не смогли выиграть в Казани. Звезды есть в каждой команде. Конечно, надеюсь, что наши выстрелятся и получится именно у наших игроков стать лидерами. Но все следят за Салахом. Посмотрим на матч России и Египет здесь в Санкт-Петербурге 19 июня. И у него есть шанс, как он в этом сезоне играет, судя по этому, стать одной из звезд чемпионата. Но все, конечно, будут смотреть на Рональда, Месси. Вот в этом противостоянии ваш симпатий на чьей стороне? Месси. Месси. Но Рональд тоже гениальный игрок. Я его уважаю как игрока. Но люблю Месси. А вот на ваш взгляд, если понятно, что вся страна будет в сборную России болеть, но вот если отбросить в сторону отложить нашу команду, симпатии наших граждан будут на чьей стороне? Да, бэкап должен существовать в случае с нашей сборной. Кто будет? Аргентина, Испания? К сожалению, Италия тоже не вышла, как страна, которую мы все очень любим. Я думаю, что многие будут болеть именно за команды, показывающие красивый футбол. Бразилия, Аргентина, Испания, да даже и Коста-Рика. Да, помним их фурор на проще Вадимира. Очень интересно всегда играют африканские команды. Нигерия, Сенегал, я думаю, могут оказаться очень интересными сборами. Нигерия в квалификации вообще ни одного поражения не претерпела. Ливерпуль-Реал. Кто выиграет этот матч? Мне кажется, опыта больше, конечно, у Реала. Прошу прощения, это все понимают. Но Ливерпуль за счет более азартной, более такой интересной, открытой игры с душой могут составить конкуренцию. Опыт у Реала. В этом году была невероятная конкуренция в чемпионате России. В предпоследнем туре определился чемпион. Можно ли сказать, что проведение чемпионата мира поспособствовало развитию нашей лиги РФПЛ? Я думаю, что это процесс, который длится все-таки годами. Просто чемпионат мира не является главным фактором. Хотя, конечно, игроки стремились показать все, на что они способны, чтобы попасть в свои сборные. Я говорю не только о сборной России, но и о игроках, которые попали в другие сборные. Например, португальские игроки в Локомотиве. Эдер в последнем матче. Да, Фернандеш. Конечно, делали все, чтобы и Локомотив выиграл, но в то же время показать себя, чтобы их взяли в сборную. Так что это сыграло свою роль, безусловно. А новые стадионы добавили красоты. И, конечно, футболистам приятнее играть на этих новых современных стадионах, чем на старых. И они старались показать красивый футбол на новых аренах. В завершение хочется ваших пожеланий, наверное, не только футболистам, но и, прежде всего, болельщикам, которые ждут чемпионата мира. Потому что кажется, что вся страна сейчас в очередях за фанайди, хотя буквально 5 минут, не больше. Ваши пожелания болельщикам. Чего нам ждать? Чего ждать в стране через буквально 20 дней? Ждать праздника. Огромное удовольствие. Не расстраиваться, даже если где-то не все будет получаться, как мы хотим. Я имею в виду на футбольном поле. Тем не менее, желаю настроения настоящего, футбольного, азартного. И, надеюсь, наши партнеры, в том числе и БАД, будут радоваться этому празднику. Спасибо большое. У нас в гостях был председатель оргкомитета России 2018 Аркадий Дворкович. Чуть позже мы продолжим нашу выездную студию. Благодарим. Спасибо.